Итак, всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. В этом видео вы увидите, как мы строили равнину и как я строил свой замок. Что ж, с вами Блавин, и мы начинаем. И вот, пока мы встречаемся со слизнями, я себе выбил невиданный трофей, аж один кусочек слизи. Да, что ж, хотел бы вам всех поблагодарить за лайки, подписки и комментарии. Спасибо, что вы есть, реально классно. Прям вот от души всех ценю вас, спасибо. Так, в этот раз мы строили ландшафт. Ну да, как обычно. Сейчас где-нибудь появится картинка, на которую мы ориентировались. Там несколько биомов, ну как вы сами можете видеть. И нас сейчас надо обстрелить в какую-либо из команд. Я хотел пойти в магический биом, потому что это что-то новое. Но я пал в равнину, это тоже хорошо. Вообще плохого варианта не было, потому что воду делал сам Монфайни. Он молодец, то есть ни одну команду не запрягал воду делать. Потому что воду делать очень скучно. Вот, то есть и всем было, мне кажется, весело, интересно. Внутри зеленую команду, все эти кусочки там я вырезал лишние. А то начинаем сразу строить ландшафт. Довольно легко, потому что, то есть, делайте то же, что делают все. Слушайте координат, а и нормально. Вот. Сразу я повылезал тут 25 минут, как мы делали ландшафт, потому что никому на это не интересно смотреть. Вот пара камней появилась. Точнее пара камней отъездил, еще другие ребята тоже камни делали. Вот такие же, как на каратинке. Вот. Да, вот так вот у нас уже все получается. Ландшафт надо было поднять, хотя бы уровня на 3 вверх. И вот. Ну, мы, собственно говоря, так оно и сделали. Ровню строить довольно легко. Ничего не... Заморачиваться ни с чем не надо. Я начал делать разметку под деревья, чтобы все деревья были в одном месте. Я стал с места под постройки. Но сказали, нет, давайте деревья потом. Я такой, ладно, сломаем, хрен с ним. Пусть, пусть. Да, и теперь я лечу, не знаю даже чем заняться. Ну, вот, вроде, сейчас бережок полечу делать. Да. Хотя вот берег доделали, где подзабыли, где не сделали. Хотя бы тут вот помочь. Так, что еще? Что дальше? А, ну, что хотелось бы сказать. Опять нас послушивали в чате. Пацаны. Люди. Специальные, чтобы мы там не безобразились, если что-то забанить. Вот. Но опять Анфайни об этом сказал. Хотя лучше бы не говорил, было бы справедливее. Вот. Тут, извините, ускоряйте. Просто то, как мы делали деревья, это полный ужас. Давайте из дуба. Нет, не из дуба. Нет, из гели. Нет. Темный дуб. Нет, не темный дуб. Сейчас покажу картинку. Прям вот увидевшую, прям вот ее, прям вот, чтобы во все лицо картинка была. Там есть хоть один пиксель, где видно дерево. Хоть один пиксель. Там просто пару мазков краски с листвой. Типа, да, это подразумевается, что это деревья. Я думаю, всем понятно. Но какой имбецил там, где я увидел ель? Или там, где там можно понять какое-то дерево? Там просто пару мазков краски. И сколько споров же было. Это нереально. Уж сколько раз замечали все споры именно из-за деревьев. И это такой ужас, я не знаю. Да, может, там листва чуть темнее, там. И что теперь? Ой, какой ужас, а? Вот. Ну ладно, сделали такие деревья. Там уже где-то в другом месте сделали другие деревья. Хотя, мне кажется, ну, без разницы, какие деревья. Из дуба там, не из дуба. Ну, какая разница? Всякая нормальность смотрится равнина. Это же Майнкрафт не реальность. То есть, в Майнкрафте все можно, то есть, как-нибудь преобразовать, скажем так. Кстати, был еще один случай, что один человек начал заставлять яму, а другой начал возмущаться, сразу, что ты делаешь? И все такое. И, типа, это, такое недоумение. Ну, и что человек яму заставляет? Ну, наверное, то есть, делает ландшафт. И тут он говорит, я же тут леку выдалбливал, зачем ты ее заставляешь? Это должна была быть лека. Да, вот такой момент превзошел, конечно, Рожачий Дикий стоял с этого момента. И вот, конечно, он, Фанин, он тут решает делать постройки. Да, я знаю, что я капельку уже опоздал от видеокляда. Вот, и я подниметил на картинки замок, и думаю, все, это по моей части. Посмотрел на картинку, как он выглядит. Замок несложный, четыре башенки в центре хата. Вот, сначала я думал, что я буду строить без помощников, то есть, я так отказался от помощи, думаю, да, я сам справлюсь. На втором плане, что есть много, скажем так, третинной работы, четыре башни, они все должны быть одинаковые, такие вот, четкие, прям, скажем так. Все одна к одной. Вот, и это очень скучно было бы их делать. Ну, то есть, очень много времени бы я потратил на то, чтобы просто повторить башенки. И поэтому у меня появились помощники. Делается тут стена. У меня есть два метода того, как делать стены для замков. А первый, это вот это вот, делать кучу элементов, кучу ступенек, кучу декора. Максимум рельефа, такие ступеньки, другие, сочетание блоков максимально, заборы, ограды, все что угодно. Вот. Еще другой, где просто блоки хаотично ставлю, допустим, каменные кирпичи, самшелый каменный кирпичи, булыжник, обычный камень. И просто идут, так, абсолютно в разнообразно бросаны. И получается такая стена. Вот. Едут вот такие вот зубчики. Не знаю их точного научного названия. Наверное, так они не называются. Что-то я бы, правда, всегда, по-моему, их зубчиками называли. Вот. Вот так вот они делаются. Я понимаю, что они слишком низкие, делаю их повыше. И между этими перегородками, между зубчиками, еще каменный пилит поставил. Так, кажется, они как-то получше смотрятся. Да. Думаю, как верхнее, в нижнее положение. Ну, в нижнее все-таки лучше. Да. Нет, такая стена получается. Размесь в дырку я заделаю покрасивше. Вот. А для тех, кто не знает, замок... Это хорошо укрепленный дом. Я сейчас даже что-то вставлю вам ссылку из Яндекса или где-то, загуглю. Вот. Укрепленный дом феодала. То есть, ну, просто хорошо укрепленный дом, если самыми простыми словами. Вот тут ко мне подлетает чувак. Казах. И начинает мне просто помогать. Я такой, ну, ладно, пожалуйста. Хотя я сначала, как даже не хотел себе помочь, как думал, сам справлюсь. Ну, выстрелили вместе. Классно было. Вот. Хорошо сработались. Я делал дизайн, а они повторяли. Япончик у меня. То есть, ну, они, я говорю уже, когда второй человек ко мне подлетит. Вот. Да. Делаю я тут стены. Начинаю её повторять. С другой стороны такую уже. Ну, то есть, ну, думаю, вы все сами видите, что получается довольно красиво. Хотя, если делать реалистичный прям замок, то это просто будет стена из буровеньковых блоков. Ну, или, например, скаменные киропичи, потому что сами стены и в реальных замках не очень скучны. Они просто плоские. Ну, лишь бы стена выполняла свою прямую, прямое назначение. Защищала хату. Да. Ну, разумеется, это Майнкрафт, это можно всё сделать покрасивше, поэтому делалось тут очень много трельефа, очень много каких-то элементов разных, вот, чтобы смотрелось покрасивше. А так, это не статично, но, думаю, все мы понимаем, что это игра. Делать тут башенка, думаю, как лучше тут зубчики эти поставить. Вот, понимаешь, тут лучше расширить башенку и уже на этот вот ободок ставить зубчики. И вот тут вот я ловлю за туп, как же их всё-таки лучше поставить. Кстати, я вот прямо сейчас глянул, это всё-таки называется зубцы, именно вот так. Поэтому я их правильно называл, зубчики, зубцы, одно и то же, по факту. Ну, вот, думаю, как их тут лучше поставить. А, кстати, вот капельку слетела запись, поэтому мы сразу смотрим то, как я делаю крышу. Ну, тут вообще капельку мы потеряли, даже я всё равно об этом всё выкислал. Вот. И делается тут крыша из новых адских ступенек красненьких. Ну, тут отлично смотрится, прям как на картинке. Так, секунду, теймлайн гляну. Во. Да, когда я в меню захожу, что здесь значит, я смотрю на картинку. Делается вот такая вот башенка. А, знаете, под готический манер, такая тянущаяся вверх. Ну, кто хотя бы на двор на склянах видел, тот знает. Вот, то ты понимаешь, что сейчас крышка как-то слепленно будет выглядеть, поэтому я их делаю выше, выше башенку, да. Чтобы крыша получше смотрелась. Это, разумеется, всё тут повырезано. Вот сейчас вы уже увидите башню в готовом виде. Опять ловлю за топ, как же лучше ступенку поставить. Вот, что получилось. Вот тут же, то есть у замка хорошие ощертания, такие приятные, интересные. Да. И по тому, вы там видите моих помощников, они летают в башню, повторяют. То есть, если бы я и один, то всё делать, я бы очень сильно много времени потерял. Очень задолбался бы, скажем так. Вот. Думаю, тут может ещё какую-то аграрду поставить. Да, красиво, конечно, получается. Вот когда мне реально нравится моя работа, что у меня получилось. Это вот реально по моей теме, замки, башенки. Это очень мне реально увлечён. То, что прям вот, к чему душа лежит, скажем так. Делают всё-таки вот оконышки. Знаете, как в церквях такие вот цветные стёкла, что из них там ещё рисунки какие-то делают. Ну, это тоже на манеру этого. Вот, и на червяльке я заставляю всё каким-то хлам, какими-то запасами. То есть, что на глаза попало, шерсть, сено, верстаки, что угодно. Лишь бы как заполнить это место. Вообще, вот я верился с трудом, но нам на урок истории говорили, что в хорошем замке были запасы на то, чтобы аж 4 года. Жить. Где-то там в подвалах вот прям реально столько запасов было, чтобы прям вот на 4 года хватало. Вериться с трудом, но всё-таки я верю в это. То есть, реально, мне кажется, такое возможно. Вот. Делать тут вход. Я не особо понимаю, как должны располагаться комнаты в самом замке. Я понимаю, как выглядят комнаты по отдельности, но как именно они должны быть вместе. Я вот тут не представляю, какие там проходы откуда-куда. Делал так, как мне казалось нужным. Вот и всё. Иду такая тропиночка. И вот оружейную делаю. Вот. В маникеровке, благо, очень много интересных блоков. Новых добавили. И это всё очень легко делается. Подтепился расположение мечей. Разумеется, я надену сейчас все стенды для брони. В доспехе. Поставил вот эти вот столы лучника. У них классная текстура, что там прям и лук с пила видно. Вот как будто можно подойти и взять. Это прикольно. И тут такой вот просто стеллаж. Ну, как будто бы что-то можно положить, да? Так, видим, делается тут трон. Из каменных керапичей. Красная шерсть. Такая вот ковровая дорожка. Красненькая. Вот. Она достает, что тут золотые блоки. И затронем тайник. Ещё и табличку тут поставлю, ну, по классике. Да, вот. И, разумеется, надо подписать замок. Кто же строил. Бац. Табличка написана за секунду. И книгу я ещё написал. Вот. Ну, в книге там написано, что замок это хорошо укреплённый дом. Ну, и это уже даже Анфайни эту книгу прочитал. Это видео я уже записываю после видео Анфайни, потому что мне сегодня до полудня отключали свет. И ничего я не успел. Вот так вот, ребят. Где-то тут хотя бы какая-то кухня, я не знаю. Столы, печки. Насчёт какие-то запасы тут. Коментовая лестница, потому что я не знал, как бы её ещё по-другому сделать. Картины. Хоть как-то запомнить вот этот главный зал с королём, скажем так. Да. А и факела ещё, да. Факела это рамка. В рамке каменная плита и факел на блоке. Кто не знает, рамка за блок не считается, поэтому так можно легко сделать. Опа. Всё. Да, вот такой замок получается. Так, сейчас посмотрим, что ещё будут делать. А, всё. На этом уже готово. Закатываем делать ещё пару ручку элементов. Вот можете видеть тех, кто строил. Я ещё два моих друга. Я так понимаю, мы уже друзья. Да, и вот, конечно, кинематографическая камера. Да, я про неё не забыл на этот раз. Это реально красивый замок. Вот я прям доволен, что у меня получилось. Да, красота, конечно. Сейчас я ещё тут полетаю, покажу, что сделали. Вот. Вот, кстати, понимаешь, что я забыл дверь. Секундочку. Так, еловая дверь. Больше всего подходит под такие постройки. И мне вот в F1 с лёгкостью её поставил. Да, так, всё. Продолжаем. Облёт замка. А, ковров ещё забыл, да. Продолжаем. Опа. Ковры. Или, может, шкуры какие-то, или грязь, я не знаю. Но всё равно классно смотрится. Да. Вот так вот. Замечательно. Так, сейчас я вроде должен F1 нажать. О, наконец-то, да. Верон, тут лавочка. Лавочка ожидания, допустим, там. Ещё что-нибудь такое. Да. Замечательно получилось. Видимо, реально красивый замок. Так, зачем-то я чё-то хотел открыть. Не знаю зачем. А, посмотрел на то, что осталось 15 минут. Сосноводвигатель, я и так всё успел, всё заделал. И реально красиво получилось. Один из лучших наборов, явно. Ну, потому что мне дали построить замок, наконец-таки. То, к чему душа лежит, скажем так. Что, тут я летаю по непрогружным чонкам, скажем так. Не знаю, почему мы в этот раз начать не поток решались. Обычно всегда всё было отлично. Что ж, ребят, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Я скоро буду строить Кэр Морхен. Остался один день съёмок, и выйдет уже первая сеть для постройки именно. Ладно, спасибо, ребят. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok